Репетиция выборов в Госдуму. Так в стране назвали единый день голосования. Очередные выборы, охватившие чуть ли не всю страну. Эти дают партиям последний шанс укрепить свои позиции перед избирательной кампанией 2016 года. Губернатор Вадим Потомский результаты прокомментировал во время встречи с журналистами. Партии, по мнению Вадима Потомского, должны извлечь уроки из этих выборов. Что касается репетиции, да, по всей видимости, репетиция состоялась. Из этой репетиции нужно будет сделать очень много выводов. Причем это касается двух партий. И партии парламентского большинства «Единой России», и партии КПРФ, потому что это ведущие партии на Орловщине, в целом, как и по стране, без исключения. Если брать с точки зрения КПРФ, это второй результат в целом по стране из всех выборов, которые проходили 13 сентября. В размере 26-27% у КПРФ. Высший результат только в городе Новосибирске. Там 36%. По остальным регионам значительно ниже. Что касается «Единой России», могу сказать, что «Единой России» тоже нужно будет дорабатывать к 2016 году, и нужно будет думать о своих результатах. Он средний примерно по Центральному федеральному округу, где проходили выборы, но есть чем заниматься и для «Единой России». Что касается качественного состава, то есть одномандатников, которые прошли на этих выборах, но здесь сыграла абсолютно схема единственная. Люди голосовали за тех, кого знают, кому доверяют, в кого верят. За известных им людей. Задали вопрос журналисты относительно времени проведения выборов. Эта тема сейчас предмет нового спора. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюгонов считает, что выборы в сентябре – решение не из лучших. Большинство россиян все еще в отпуске. Отчасти именно этот факт стал причиной невысокой явки. Обсуждают федеральные СМИ. Явка на выборах глав регионов оказалась значительно выше, чем активность избирателей на выборах в областные и муниципальные органы власти. В Орле проголосовали свыше 30% избирателей, что гораздо меньше, чем на прошлых губернаторских выборах. Геннадий Андреевич Зюганов абсолютно прав. Вот я его поддерживаю полностью. В том числе, его же слова оправдывают большое досрочное голосование. Досрочное голосование большое во всех территориях, где проходили выборы 13 сентября. Что у нас 13 сентября в Российской Федерации? Два билета. Люди как бы последние лучи солнца пытаются забрать. Кто-то у себя на огород едет, кто-то на дачу, кто-то просто хочет отдохнуть. Особо те, которые хотят участвовать в какой-то политической жизни своей территории, они идут и досрочно голосуют. Досрочка будет расти из года в год. Если единый день голосования, останется то воскресенье сентября, которое сейчас обозначено по закону. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел на выборы на участки 13 сентября. И те, которые досрочно проголосовали. Я им тоже хочу сказать спасибо. Они выразили свою позицию. Надеюсь, что мы проведем красивую избирательную кампанию 2016 года с серьезной явкой и с несколько иным результатом. Вадим Потомский выразил уверенность в том, что партии извлекут уроки из этой кампании. Главное, чтобы в политической борьбе участники избирательного процесса не забывали, что цель одна – работа на благо жителей региона. Наталья Пехтерева, Олег Фомин, Владимир Ноздрачев, Павел Джумабаев, телеканал Первая областная.